Друзья, всем привет! Я Любомир Борода, это мой канал. Сегодня выпуск вообще необычный, ко мне в берлогу зашел очень интересный человек и я не мог не пригласить его попить чайку и побеседовать. Итак, наш гость Александр Сенкевич. Куда махать? Саш, привет! Очень рад, что ты настолько занятой и у тебя появилась какая-то минутка попить чаю, поэтому... Я в основном пью кофе, поэтому хороший чай всегда для меня в диковинку. Тем более, если я начну с церемонией. Ну, церемония это, наверное, будет громко сказано назвать, но это хороший шу-пуэр, свежий. В Украине появился буквально четыре дня назад. Делался специально под группу «Аквариум». Такой музыкальный, я бы сказал. Что можно как раз и пить приятный чай и беседовать. И, наверное, сразу по беседе. Тебе всегда задают много вопросов, но они все касаются мэрства, политики, плитки, площадей и прочих. Но я практически никогда не встречал вопросов, связанных с твоей личностью. Ты уже пять лет мэр, но мэром ты был не всегда. И, соответственно, у тебя была своя жизнь, семья, работа, какие-то интересы и прочие дела. И вот, что интересно, насколько сильно поменялись твои интересы, твои приоритеты, твоя жизнь за вот эти пять лет? Ну, логично, что она поменялась кардинально, потому что мэром я, может быть, и думал, что стану. Но так, чтобы именно конкретно планировать, это стало где-то, наверное, в 2014 году. После революции достоинства я принял решение, что, кроме того, чтобы организовать свой быт, свою жизнь, свои какие-то бизнесовые успехи, я должен еще и помогать городу и, ну, скажем, территории, которая находится вокруг меня. Когда-то я сказал ученикам одной из школ, они меня спросили, что заставило вас стать городским головой, я сказал, что в какой-то мере это было тщеславие, то есть желание стать популярным, известным, и это многие там взбудоражило общество, а как так? Действительно, считаю, что есть три мотивации у человека в жизни. Первая мотивация – это финансовая, когда человек хочет что-то сделать для того, чтобы заработать денег, для того, чтобы что-то себе купить себе, своей семье, своей жизни. Вторая мотивация – это эгоистичная или тщеславная, скажем так. То есть человеку хочется стать известным, чтобы его все узнавали, боготворили и так далее. Ну, как, наверное, любая рок-группа мечтает, чтобы их песни узнавали с первых трех нот. И третий – это все-таки такой миссионерский подход. Это когда ты делаешь что-то для того, чтобы умереть с мыслью, что ты сделал что-то важное. Ну, важное для тебя, в первую очередь. Поэтому, конечно же, на первом этапе мэрства это было, наверное, большее желание и что-то сделать, и быть известным. Сегодня это уже просто миссионерство, потому что меня уже знают все. И узнают и в очках, и в кепке, и в маске. По голосу некоторые даже узнают. Но сегодня я даже от этого не то чтобы не получаю удовольствия, а просто смирился с этим, что вот такая работа городского головы. То есть, при том, что моя узнаваемость там больше 90%, сегодня меня это не радует, потому что я, когда хочу пройтись по городу или там побыть со своей семьей, люди приходят со своими проблемами. Конечно, я от них не убегаю, но это, конечно же, стало очень, ну скажем, влиять на мою жизнь, в том числе и лично. Моя жена очень не любит со мной гулять нигде. Касаемо интересных мест, все равно хотелось бы вот просто узнать Украина. Много где было, наверное, было везде. И по работе, и вне работы приходится ездить. Где нравится больше, где интереснее, чем интереснее? Ты не поверишь, но я ни разу не был в Карпатах за свою жизнь. То есть, за свою жизнь я ни разу не был в Карпатах. Я, когда был Крым, не оккупирован, то я в год туда ездил минимум два раза. То есть, потом же, когда мы приобрели нашу машину в семью в кредит в 2007 году, то мы еще и чаще ездили. Получается, сразу едем. Что касается... Не получилось. Даже мы с супругой один раз даже собрались, так очень серьезно подготовились. Купили даже костюмы, чтобы кататься на сноуборде, на лыжах. Но не получилось. Тогда что-то поменялось, и мы не поехали. И из костюмов уже выросли. Но никогда не получается у меня оттуда добраться. То есть, почему-то так... Я был там, не знаю, в Альпах был. Там, не знаю... Я во многих местах был, но в Карпатах до сих пор никак не доеду. Может, в этом году удастся. Вот. А вообще, по Украине я много действительно путешествовал. И во время мажства своего тоже в многих местах был. И раньше не доводилось быть. В Украине, наверное, все-таки мое любимое место это... Наш, вот, у Николаев, там, Кимбургская коса. Да. Потому, у нас есть уже правило. 20 лет уже мы ездим. Катаемся на каждое лето ко дню независимости. И... Пару раз, правда, пропускал я на Кимбургскую косу. И там у нас есть определенное место, где мы живем в палатках. Там, 3-4 дня, в зависимости от того, как выпадают на выходные. Ну, и живем там очень эскетично, без там условий. Поэтому это такая мужская компания, такой военный поход. И там я вот чувствую себя вообще вот просто самим собой. Потому, что там есть ребята, которые мы с университета дружим. И, фактически, мы уже и не ребята давно, мужики такие, да. Но у нас до сих пор такой дух юношеский. И там все очень просто, по-военному. Но при этом все довольны. И все с окончанием этих 3-4 дней все уже думают о том, как мы в следующем году встретимся. Это 20 лет подряд? Да. А разница 20 лет назад Кимбургская коса и сейчас? Ну, мы же начинали 20 лет назад еще там росли большие сосны. Где-то в 2000. Первый раз мы поехали в 2000 году. С 2000, наверное, 2000. Да, в 2000 году. И там еще, по-моему, до 2002 были большие сосны. То есть можно было заблудиться. Если там ты шел без ориентира, без компасов, то можно было там... Как-то мы так шли и телеги там очень потаскались с собой тогда такие... Всякую еду много. Тогда даже сублимированной еды особо не было. Там картошку, я помню, не было дороготно решили взять с собой. Взяли с собой телегу, катаемся, тянем, тянем. Мы здесь уже были. И потом уже начали ориентироваться. Вот. И потом в 2002, по-моему, или 2003 был пожар. И после этого коса приобрела тот вид, который сегодня у нее есть. Конечно, сегодня там растут елочки. То есть там такие 10-летние, 15-летние небольшие елочки. И думаю, что лет через 30-40 она себе вернет былой вид. Хотя, конечно, огромное количество туристов реально просто уничтожают косу. И раньше можно было идти по берегу, и белый песок хрустил у тебя под ногами. Сегодня уже джиперы его откатали так, что он просто стал таким, как асфальт твердый. Не очень хорошо это все сказывается на косе. А как вот быть? С одной стороны, это развитие туризма. То, что все нравится ездить на косы, а с другой стороны, убивается коса. Искать золотую середину? Ну, мне кажется, нужно просто в первую очередь запретить въезд туда на машинах. То есть ездить со стороны Херсона. Да, со стороны Херсона запретить въезд. То есть есть определенное количество машин, которые находятся в этих селах. Да, допустим. И вот они там должны использовать роль такси. Понятное дело, что жители все равно будут ездить. Потому что там же покровки, покровка, покровские хутора. Они как бы там люди живут. Ну, надо ограничить туда въезд туристического транспорта. Это раз. Второе, конечно же, нужно увеличить туристический налог. Потому что при том, что это как бы бесплатно ты поставил себе палатку. Но все равно необходимо делать правильный вывоз там. Своевременный вывоз мусора. Возможно, подвоз воды. И просто, чтобы это стоило денег. И люди могли приплыли на косу и оставили после себя ничего, кроме следов на песке. Да, я помню, когда-то я был вместе. Мой младший брат ездил в Америку по программе Work and Travel. И он был в одном городе. Забыл, как он называется. Ну, там место, куда выселились первые поселенцы. Куда прибыл корабль Mayflower. И высадил там людей. Англичан, которые заселяли потом в Америку. И вот, и в этом городе, там очень такой был классный пляж. Мне он очень понравился. И такой он огорожен таким небольшим заборчиком. Деревянным. Как бы, чтобы там не несло мусора к морю. И там написано, вот такая была такая табличка. Пожалуйста, заходя на пляж, оставляйте после себя только отпечатки ног. Класс. Да, и мне очень понравилась эта история. Потому что, действительно, пляж был очень чистый. Никаких бутылок там, мусора и так далее. Потому что мы с ребятами сейчас последние там три года, наверное, когда мы приезжаем на КСУ. Начинается с того, что мы собираем, ходим мусор. То есть там полдня ходим, собираем вокруг себя мусор. И сжигаем его там. Организовываем специальное место. Мы сжигаем этот мусор. Потому что часть мусора мы забираем с собой. Стекло там и какие-то пластики. А то там какие-то бумаги и все остальное. Просто сжигаем. Потому что люди... Мы вначале привозим с собой еду, а увозим с собой мусор. Как бы и свой, и чужой. И люди просто так, наверное, в нашей стране сегодня так воспитаны, что отдохнули, слава Богу. Вот. Как долго еще надо перевоспитывать? Наверное. Не знаю. Наверное, это на уровне государства невозможно воспитать. Это должно быть в семье. К сожалению, сейчас все занимаются заработками, денег и выживанием. И уж точно не воспитанием любви к своему городу и к своей стране. Там вообще к природе, скажем так. А получается вообще переключаться с работы на семью? Да. Я стараюсь вообще... Когда дома нахожусь, я стараюсь вообще выбирать телефоны. То есть у нас даже с супругой по этому поводу, какой-то типа, не знаю, может быть челлендж. То есть кто не будет брать телефон. То есть вот просто сидим там и так далее. Но на самом деле сегодня телефон вошел настолько глубоко в жизнь людей, что если проанализировать каждого из нас, то все мы в свободную какую-то минутку пытаемся залезть. Информация стала для нас наркотиком. Кто там лайкнул на мою фотографию? Кто там выставил новую фотографию? Что там произошло нового в мире? При том, что мы как бы становимся такими информационно-зависимыми, не хочется использовать слово наркоманы, нам информации становится все время мало. При этом мы ее получаем, но мы ей не пользуемся. То есть если мы спросим раньше человека, который там получал газету раз в неделю, что там было на прошлой неделе, он тебе мог рассказать все там построчно, даже там как переносы были в газете. Потому что газета зачитывалась, дыр передавалась и так далее. То есть все ждали новостей. Сегодня ты читаешь новости через десять минут, как они произошли. Некоторые через минуту. Но если тебя спросить, что было в прошлую среду в Николаеве, ты не вспомнишь вообще или там в мире, что произошло в прошлую среду, что было на прошлой неделе. Ты можешь вспомнить, что сегодня и вчера было. А позавчера уже может быть даже и не вспомнишь. А что на прошлой неделе, то и вообще. То есть информация стала, ну, она продолжает иметь ценность, но перестает быть такой, ну, как бы, скажем, ну, такой плотным таким… — Она все время меняется просто. — Да. Она меняется, и просто к информации… — Видимо охватывает прям. — Да. — Клиповость такая появляется. То есть ты не строишь на этой информации какую-то свою стратегию. Ты просто ее воспринимаешь как какие-то новые тактические обводные. — А вот порой быть мне интересно все время. Вот я наблюдаю, да? Например, работа мэра — это же куча встреч с людьми. Сегодня надо поехать туда, там произошло это. Тут надо встретиться с этими, рассмотреть там такие-то дела. Ну, и за день получается много встреч, много каких-то проблем. Мозг все вот это вот в себя вбирает в эти 38 лет, да? — Да. — Потом приходишь домой, и вот получается так, оп, как бы отключить это все и переключиться на семью. Или все равно какой-то вот есть момент, что вот, блин, недодуманный, и он продолжается до сна? — Ну, конечно же, есть. Будем так говорить, что для меня вот мой мозг, он похож на такое, очень хорошее вот такое сравнение было в книге «Ловец снов». И там у одного там из персонажей, у него было такое в голове, что он так спускается, у него такая библиотека, это все библиотека и книги вокруг, это все воспоминания его. И он там, чем глубже там спускался, тем ниже он там был, тем ближе он к детству, там, к юности и так далее. Я тоже стараюсь систематизировать свою информацию у себя в голове, и как-то там получаю информацию техническую, трубы какие-то, канализация, электроэнергия, туда складываются вопросы. И, конечно же, параллельно идет какая-то обработка данных каких-то, которые связаны с работой, несмотря на то, что я нахожусь на отдыхе, еще где-то, потом иду, иду, и вот так, надо сделать то-то и то-то. Я звоню человеку, хотя совершенно отвлечен от этой работы. Параллельные процессы, конечно, идут, но я стараюсь отключаться от работы, потому что тогда можно сойти с ума. У нас в городе, наверное, как и в стране, такое огромное количество проблем, что если быть на них сосредоточенным, там, 24 часа в сутки и решать это все, сотни таких же людей, все равно ты ни за 5, ни за 10 лет не решишь эти проблемы. Некоторые имеют такой системный характер и, ну, скажем так, отключаться не получается. Все время думаешь о работе. Едешь куда-то, смотришь в окно, тут дерево, тут бордюр, тут яма, тут люк, тут что-то еще, тут эта яма тебе напомнила о том, что там яму какую-то там и еще чего-то. И это не связано с ямами в прямом смысле слова, которые на дороге появляются. А вот те, там какой-то видно, что где-то вот вроде нормально, обычный человек не обратит внимание, что в Пушкинском кольце из-под асфальта течет вода. А человек, который понимает, что там находятся все эти водоканалы, которые пробиваются и вода течет не просто так там. То есть там же нет люка или еще чего-то, просто из-под асфальта течет вода. Значит, где-то там есть пары. Проблемы, которые сетей и вообще проблемы всего, они всегда у меня в голове. И о том, как их системно решить. Потому что, имея там маленький бюджет, нужно сделать огромные вложения для того, чтобы город наш не развалился, а попросту. — Ну, может. — Может. Конечно, может. Страшно. — По музыке хотелось еще спросить, потому что вот много слышал. Я же просто сам не из Николаева, я заезжу сюда. Персонаж игран. — Тебя не разыскивают, нету? — Нет, пока. От многих знакомых, что до мэрства жизнь тесно связана с музыкой. И помимо того, что слушаешь, слушал ее, еще сам играл, и выступал, и ездил даже по стране. Вот интересно, как вообще музыка с тобой случилась вообще? Какой это был тот момент, что вот музыка — это вот оно мое? — Ну, я любил музыку с детства. То есть разную музыку слушал. Мне нравится качественная музыка, хорошая музыка. Это не зависит от стиля, жанра там, или там группы и так далее. То есть из такого раннего-раннего, это там всякие, в том числе всякие рэперские там группы, всякие там, ну имеется в виду хип-хоп там, ранние там, наши все эти звезды, которые сегодня, которые уже называются олдскул. — Мальчишники и Титомиры? — Ну, мальчишники и Титомир, на самом деле, ну как бы стыдно признаться, да, но когда-то там был и Мистер Малой, и вот эти вся эта братва, и мальчишники и так далее. Потом, конечно, ну как бы хочется качества, и переходишь там на следующий уровень, там какие-то там House of Pain, там Run DMC, то есть вот такие вот популярная тогда музыка. Потом хочется чего-то больше тяжести, там, металлика, там, мановар, там, что-то такое раннее очень. Потом еще больше тяжести, там, Sepultura, там, Soulfly, пошло там, потом еще глубже, там, да, там, какой-то там хипокризи, и потом думаешь, что у них все хватит, так, короче, да, Cannibal Corpse, там, что-нибудь такое, думаешь, так, надо остановиться. Потом возвращаешься тоже в какую-то там музыку, уходим от количества в качество, там, в принципе, сегодня я слушаю музыку совершенно разную, там, и рок, и хип-хоп, и ритмон-блюз, и джаз, и все что угодно. Ну, просто, чтобы, главное, чтобы она была, там, качественная, вот. Поэтому, там, в ритмон-блюзе, там, я, там, любимая, там, певица, там, Алиша Киз. При этом, если, там, говорить о рок-музыке, то мне, там, нравится, ну, Nirvana до сих пор является моим, там, там, одним из самых любимых рок-исполнителей, ну, Grunge, да? При том, если, там, говорим о Foo Fighters, которые, как бы, следующий, там, Dave Groh, который был после Nirvana, мне не так нравится, то есть они, там, спопсились. Вот, и, конечно же, там, всякие классические, там, группы, которые стали уже, там, классическими, я не знаю, там, Deep Purple, там, там, те же Beatles, тот же, там, Queen, то есть просто хорошая, качественная музыка, которая что-то, что-то осталось, стало попом, что-то осталось андеграундом. А когда мы играли свою музыку, то тогда начали становиться популярными такие группы, как, там, P.O.D., Limp Bizkit, Linkin Park, ну, и так далее, и мы старались, как бы, подражать что-то делать, типа своего, конечно, все, все группы, когда спрашивают, что у вас за стиль? Ну, у нас свой стиль, как бы, так. В основном, как бы, все делают что-то, что сейчас популярно в это время. И это была музыка такого стиля, мы выступали, там, на разных мероприятиях, нам даже, как бы, был тогда популярный такой фестиваль в Коблево, назывался Коблево. Вот, и самое парадоксальное, что организатором этого фестиваля был тогда еще, как бы, человек, который сегодня работает начальником управления культуры у нас, Юрий Любанов. И он нас тогда пригласил, они тогда нас отслушали, пригласили на собеседование, они говорят, слушай, ну, неплохо, что-то свежо, свежо. Давайте, короче, мы там выступили, победили на Червоной Руте. Был такой очень классный фестиваль на Западе, в Луцке, мы ездили, выступали, и он назывался Инши Выбер. Мы тогда приехали отсюда, из Николаева, где, в основном, была популярна такая русская, русский рок, такой, то есть, такие вот, такие баракезы, которые там на концертах там скачут и трясут патлами, вот. Ну, я тогда тоже был патлатый, волосы были, там, до сорока сантиметров у меня отросли волосы, и потом я подстригся. Ну, вот, и мы приехали туда, и как-то очень, ну, качественно, совершенно другой вообще стиль. То есть, у нас тут русский рок, у них там, такие группы, там, Анна, Верхов Назрада, там, эти, как их там называли, уже я не помню. Кстати, сегодня даже одна из групп этих, она осталась популярной. И тогда на этом фестивале мы тоже там попали, подхватили там приз зрительских симпатий, и нас записали даже, но потом-то, что с этими записями, они их там потеряли. Вот, поэтому на Западной Украине, конечно же, это все было так более развито, и нам хотелось это все развивать в Николаеве. Потом развалился наш Николаевский рок-клуб, и вообще как-то все так в Николаеве с музыкой заглохло, если честно. Многие говорят, ну, ты там все равно уже в истории Николаева остался. Я не верю в то, что можно остаться в истории города. Вообще не верю в то, что можно остаться. То есть, если мы спросим кого-то, кто был мэром, там, 15 лет назад, там все скажут, ну, Чайка был, да, а до Чайки кто был? Ну, кто-то, кто более искушенный, там, вспомнит, там, Бердникова, там, вспомнит Олейника. Вот, а спросить, при ком был там сделан тот, то или то, или городов сказка построен, или там зоопарк, или еще что-нибудь, там, троллейбус первый появился, или вода из Днепра к нам добралась. Никто не вспомнит об этом. Потому что люди воспринимают, ну, цивилизацию как то, что было всегда. И им не обязательно думать, кто это придумал. Ну, то есть, кто придумал мобильный телефон. Кто придумал, там, свет. Он есть себе и все. Человек говорит, зачем думать о том, кто его придумал. И вот в книге «Бунт масс» Хусер Тегегасет пишет то, что люди воспринимают цивилизацию как то, что происходит само собой. И батареи будут на телефонах дольше, электромобили будут дешевле, джинсы будут доступнее, ну, как бы, то есть, все это воспринимается. И многие не воспринимают город Николаев как место, к которому они там привезли корнями. То есть, как просто перекати поле. Я думаю, что надо как раз, я уже обсуждал это с учителями, усилить вот это, даже не патриотическое воспитание, а вот историю родного края. И вот радио, в том числе, могло бы быть вот таким в простой форме, на каждодневной основе, там, давать какие-то факты о Николаеве, каких-то личностей, каких-то, то есть, чтобы в повседневной жизни, вот та информация, про которую мы говорили, человеку все-таки вкраплениями он как-то прирастал к своему родному городу. Потому что сегодня для многих Николаев это просто общежитие. Он здесь живет, находится, потом переезжает куда-то в другое место, потом, может, это в условиях цивилизации это нормально, потому что многие там американцы живут в разное время своей жизни в разных штатах. То есть, допустим, на пенсию еду в Северную Карлину, потому что там с пенсии налогов нет. Здесь чаще бывает так, что жил-жил-жил, вырос и уехал. Типа не видят, ну, часто такое, что нет никаких перспектив. А что здесь делать? А поеду я лучше в Одессу или в Киев? Ну, вот в этом и проблема. То, что многие, как бы, отсутствие перспектив – это лучшая перспектива. Когда здесь ничего нет, то здесь можно создать все. Просто нужно приложить усилия. Я считаю, что Николаев – это город больших возможностей. Просто многие не хотят их реализовывать. Особенно в мире глобальной экономики, интернета. Какая разница, откуда ты вещаешь свой блог. Если ты берешь в Киеве какой-то там ангар и в нем делаешь место для съемок, или ты берешь этажи ангар в Николаеве – это будет 10 раз дешевле. Ну, то есть, в зависимости от того, что ты делаешь. Понятное дело, что, как там один сказал недавно один человек, что надо изменять образование, делать видео блогеров или еще что-то. Это очень смешно. Кто по профессии? Типа, я звезда Инстаграма. Типа, инфлюенсер. Нет, ну, на самом деле, это сейчас просто нужно воспринимать это просто как какой-то такой момент цивилизации, когда вот люди, которые производят такой интересный контент, просто перестали быть поэтами, музыкантами или какими-то деятелями искусства, а стали там инфлюенсерами, видеоблогерами или еще что-то. Если человек создаёт хороший контент, ну, как бы не важно, где в каком городе он сидит, важно еще подумать, как этот контент трансформировать в деньги, монетизировать его. Поэтому, кто-то способен, кто-то не способен, кто-то ищет лучшие жизни в Киеве или в Америке. Вообще, на самом деле, очень многих людей, которых я знал, которые уехали, они, может быть, и вернулись, но им самим перед собой как-то не по себе, с одной стороны, с другой стороны, им стыдно, потому что они всем друзьям своим рассказали, как херово в Николаеве и как хорошо там. Но они сейчас бы уже и готовы вернуться, но столько наговорили, что им как бы думают, блин, я все зафукаю. И приходится им там жить и выживать, и думать, как им выживать, вместо того, чтобы со своими новыми знаниями и новыми возможностями вернуться в Николаев и здесь что-то сделать, создать. В связи с этим, люди у нас в Николаеве тоже, в каком-то смысле, не растут в потребностях своих. То есть, сегодня в Николаеве нет ни одного приличного торгово-развлекательного центра. То есть, понятное дело, что этого сити-центра им совершенно недостаточно. С другой стороны, люди ездят отдыхать в Одессу и в Херсон, чтобы там потратить деньги. То есть, они зарабатывают и здесь, в Николаеве, на то, чтобы поехать там и потратить там и там. Я считаю, это неправильно. А бизнесмены, которые могли бы здесь монетизировать вот эту всю историю, они как бы считают, Николаев не перспективен. Здесь некому тратить деньги. Так негде или некому. То есть, вот в чем история. И вот, видишь, мы так с тобой перешли от одного к другому. Вот это не любовь к родному городу. Мне кажется, за последние пять лет все-таки Николаевцы стали больше любить город. Мне это, во всяком случае, хотелось бы. И вот это нужно культивировать с детства. Школа, университет, там работа. Николаев – город, который нужно любить. Любить свое место, любить свою улицу, свой подъезд, свой там двор. И не рассказывай, как ты любишь двор, а потом машина, парковаться на зеленой зоне или на детской площадке. Просто любить по-настоящему. Наверное, так. Надо начать с себя, и тогда все будет меняться вокруг. Потихонечку. Просто по чуть-чуть. Я считаю, что любовь к николаевцам начинается, то есть к пешеходам начинается со стоп-линии. Если ты уважаешь стоп-линию, когда ты едешь за рулем, значит, ты уважаешь правила дорожного движения. А если ты заезжаешь за стоп-линию, а потом еще светофор пока горит, ты начинаешь катиться, заезжая на пешеходный переход там, то это вообще не уважение ни к правилам дорожного движения, ни к николаевцам. Многие говорят, что у вас машины не пропускают пешеходов на нереволюруемых пешеходных переходах. Да, это правда. У нас такое, то есть нет в этой культуре вождения. Причем автомобили становятся все больше и больше, а культура не улучшается. Вот это вот. И люди стоят, десятками стоят на пешеходных переходах, просто ждут, пока попадется первой совести. Пока сам не пойдешь в наглую, начнут останавливаться. Вот это тоже нужно воспитывать. Мне кажется, эта проблема еще в автошколах, которые не акцентируют на этом правильного внимания. Ну, любовь начинается, да, с чего начинается любовь к родине? С стоп-линии, с уважения к ней. За это можно выпить? Нефти. Нефти. Спасибо большое за беседу. Очень классно все получилось. Надеюсь, что не сильно отвлек от рабочих процессов. Приглашаем, можем обсуждать какие-то темы. Во-первых, мы не поговорили про чай, собственно. Но приглашаем на такие вещи, будем общаться на какие-то конкретные темы, которые касаются Николаева. Или на музыкальные. Потому что действительно... Тем много, а времени немного, и поэтому хочется объять. Необъятное. Необъятное, да. Спасибо. Спасибо. Удачи. Друзья, благодарю вас всех за внимание, за то, что посмотрели этот ролик до конца. И хочу разыграть пять футболок на лучший вопрос, не банальный Александру Сенкевичу. Пять футболок вот таких вот. Попьем чайку. Спасибо за внимание еще раз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Все вот это вот. Вообще, будьте здоровы, не болейте. Пока.